ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется поставить вкусный, красивый холодец на праздничный стол, но пока его приготовишь, забудешь обо всем хорошем. Ну, во-первых, очень долго варить. Я ставлю на ночь, часов на 12, как меня мама учила, и получается, всю ночь не сплю. То вскочила, посмотрела, пенку сняла. То, чтобы он не сильно кипел. К тому же, зачастую холодец из свинины, как мы любим варить, он бывает жирноватый. Но ты говоришь, что реально сварить холодец в три раза быстрее. Откуда у тебя такой рецепт? Сегодня я расскажу вам, как сварить буквально за три часа холодец, который будет держать форму, будет прозрачным и нежирным. Рецепт – это вообще отдельная история, все расскажу. Но сначала посмотрим, что нам понадобится. И при этом в нем не будет желатина? Очень многие хозяйки не любят добавлять желатин. Все на самом деле очень просто. Нужно правильно высчитать пропорции мяса и костей, суставов, для того, чтобы холодец хорошо держал форму. Ну и еще несколько секретов, о которых я расскажу тебе в процессе приготовления. Кроме того, как мне сказала Лиза до нашей встречи, мы удивимся этому холодцу, потому что он будет не только очень вкусный, но еще и очень красивый. То есть будет необыкновенная какая-то подача холодца? Да, Надюш, я уже принесла холодец с собой. Я предлагаю его поставить на стол, чтобы проверить вообще в процессе. Мы тут будем готовить, варить с тобой. У нас довольно-таки тепло. И будем смотреть, как он поведет себя. Не превратится ли он в неаппетитную жижу? Да. Давай. Вуаля. Ой, ну, Лиза, конечно, ты даже холодец подаешь, как прекрасный десерт. Необыкновенно красиво. И все, что нужно от холодца. Держит форму, но мы еще проверим, насколько долго. Достаточно много мяса, значит, он сытный. При этом не жириночки. Это вообще какое-то чудо. И прозрачный. Прозрачный. Форма какая у него красивая. Вот прям так хочется идти дайверт. Приходите на холодец. Какая прелесть. Итак, для приготовления быстрого, правильного вкусного холодца нам понадобится килограмм мяса. В данном случае я использую утку. Утка, в отличие от свинины, не такая жирная. Конечно, мы можем взять курицу, но обязательно снимем с нее шкуру. В ней очень много жира. Вот именно она будет давать слой белый. И для того, чтобы холодец-таки стал густым, нам понадобятся лапки и крылышки. 500 граммов лапки предварительно нужно ошпарить кипятком и снять шкуру. Посмотрите, сделать маникюрчик, убрать вот эти все... Ну, хороший маникюрчик. То есть просто отчекрыжила ногти. Ну, все правильно. Зачем они нужны? И благодаря таким ингредиентам этот холодец еще будет достаточно недорогой, что тоже очень важно, когда мы готовимся к праздничному застолью. И то приготовь, и то приготовь. Отлично. Дальше следующие ингредиенты. Это одна луковица, две морковки, петрушка, укроп, лавровый лист, тмин. И мы будем еще при подаче использовать черный хлеб и хрен. Какой же холодец без хрена здесь у нас в Украине. Конечно. Первый этап. Очистим утку от кожи. А ты где научилась такой холодец готовить? Ты знаешь, Натя, у меня вообще холодец это блюдо моей семьи, и ни один Новый год не обходится без холодца. И мама говорит, что приготовить? Мам, холодца. Да, холодца. Ты знаешь, мои родители, в принципе, раньше тоже так. Это вся ночь, холодец. Много свинины, много мяса. И в итоге вот бывали такие случаи, когда Новый год, а мама валится с ног. Я задумалась, как же ей помочь. И я каждый раз экспериментировала, что-то добавляла, что-то убирала по пропорциям. И вот нашелся такой чудесный вариант за три часа сварить холодец. Итак, избавились от шкуры или кожи. И теперь что? И вот мы подошли с тобой к первому секрету, что нужно сделать, чтобы таки в финале холодец держал форму и хорошо застыл. Как этот? Да. Как этот? Нужно правильно соблюсти пропорции. На килограмм мяса идет 500 граммов этих вот хрящей, суставов в виде крылышек и лапок. Там очень много коллагена. Вот именно он удержит форму холодца. Если положить хрящей и суставов меньше, холодец не застынет. Если больше, будут одни хрящи и суставы. Ну, тоже не из чего будет. Да. Отправляем мясо. Так. Это мы уже обработали. Заливаем водой. У нас воды должно быть на треть больше, чем мясо. Заливаем воду. Отправляем две морковки и луковицу сюда же. Целиком. Я знаю даже, что некоторые хозяюшки для такого слегка золотистого цвета холодца оставляют шелуху на луковице. Ну, можно и так, но у нас холодец будет прозрачным, не желтенький. Да. Отправляем луковицу. За 15 минут до готовности мы отправим с тобой петрушку, лавровый лист и тмин. Угу. Лиза, а мы же не солили вообще холодец? Ты знаешь, еще важный такой момент. Если мы посолим холодец в самом начале... Это опасно. ...бульон будет вывариваться и получим очень соленый холодец. Поэтому солить мы будем сам бульон. Мы сейчас подождем, пока вода закипит, будем снимать шум и варить его 3 часа. Еще один секрет. Для того, чтобы холодец не был мутным, его нужно варить на очень медленном огне. Фактически через 3 часа у нас будет готов холодец. Итак, буквально через пару минут Лиза продолжит нам раскрывать секреты приготовления удивительного холодца. Нежирного, прозрачного, который можно приготовить всего за 3 часа. А мы пока по чашечке кофе выпьем. Давай. Погащайся, пожалуйста. Нес кафе классик. Бодрость на весь день. Лизонька, я так понимаю, что семейный праздник Новый год в вашей семье имеет определенные традиции. Расскажи, какие. Ну, ты знаешь, определенные традиции это даже, наверное, стул, на котором есть холодец, оливье. А я, приехав из Парижа, решила нарушить эту традицию. Сказала, никакого холодца и оливье не будет. Мы будем делать там один морской салат, будем там утку, что-то наворотила. Это было ужасно, потому что мы все... Я такую глупость совершила. Мы все сидели. И такие... Все хотели оливье. Вкусная креветка там, да. Оливье. Давайте завтра наделаем оливье. Берем, мама, января. Шубы, да. И мы на следующий день делали оливье, потому что его действительно не хватало, поэтому никакой Новый год без холодца обойтись не может. Наш холодец уже практически готов. Он томится на небольшом огне. Еще одна распространенная ошибка, когда хозяйки, вот он выварился, ты видишь, да, выкипел как бы. И когда ты думаешь, ой, может еще немножко водички, ну что у меня холодца получится? Ну что, мало холодца. Вот это очень важный момент, не добавлять воду в процессе варки, иначе, конечно, вы получите жижу на своем столе вместо холодца. Нужно заранее правильно рассчитать, как сказала Лиза, соотношение мяса и воды. Ну что теперь с ним дальше делать? Зелень, лавровый лист и тмин мы забросили, можем уже выключать. Снимаем кастрюлю с огня, достанем овощи, они нам не понадобятся, достанем мясо и процедим бульон через несколько слоев марли. Это обязательный такой момент, чтобы тоже не было мутности бульона. Для прозрачности. Для прозрачности. И скоро начнется самая вкусная часть в приготовлении холодца. Если традиционный холодец варит в семье, то обычно собираются все уже к столу разбирать холодец. Да, руки туда, в мисочку, половина вкусного мяска уходит сразу в рот. В принципе, получается, когда достали то, что будет мясом, основой мясной для холодца, вот эти лапы можно там оставлять и уже процеживать, правильно? Да, потому что лапы мы с тобой не будем использовать. Опять же, у собак и котов праздник, сами понимаете. Я приготовила уже здесь. Очень удобно. Сито, а сверху марлю и таким образом процедить. Бульон нужно посолить, солим мы его горячим и сразу пробуем, контролируем, какой вкус нам нужен. Но нужно, чтобы бульон все-таки был немножечко более соленоватый, потому что у тебя мясо не соленое. Можно в этот же момент добавить, допустим, черный перец, если кто-то любит. Ну, у нас здесь тмин есть, он уже дает такой яркий аромат. Итак, бульон готов, мяско остыло. Будем разбирать? Да, Надюш. Мне интересно, в какой момент обычный холодец превратится в очень красивый холодец? Когда мы будем эту формочку использовать? Надюш, мы можем использовать в стандартных для нас там мисках более привычных, а можем просто взять форму для кексов. Силиконовые, допустим, очень хорошо подойдут. Я еще взяла вот порционные такие, можно даже маленькие сделать. Сначала засыпаем мясо, а я возьму половник. Ну, конечно, можно по желанию и вареной морковочкой украсить, там на дно ее положить, чтобы она вот тут так светилась. Весточку, да. Конечно, мы с Лизой сегодня быстро готовим холодец, но заметьте, все это время холодец, приготовленный Лизой заранее, стоит скромненько вот тут в сторонке и радуется, что мы его еще пока не съели. И очень даже замечательно видно, что он свою форму сохранил, не превратился в жижу и даже не начал таять. То есть он прекрасно держит форму. Это я отправляю в холодильник, и я принесла с собой холодец, который уже застывший, но еще не доставала его из формы. Ага, то есть мы сейчас научимся так красиво подавать этот холодец. Лизочка, сколько времени пройдет в холодильнике, прежде чем холодец застынет до такого состояния? Вот такие маленькие формочки, они застынут буквально за полтора-два часа. Такая большая, ей нужно немного больше времени. Лучше для надежности оставить его на ночь. Я подготовила хлебную подушечку. Смотри, это у меня черный хлеб. Накрываем форму хлебушком и снимаем. Красавчик, аж блестит. И еще один важный момент для холодца – это хрен. Предлагаю взбить хрен с укропом, это очень вкусно и ароматно будет. Вот такие маленькие кулинарные штришки, которые превращают обычное блюдо, холодец, в шедевр. А для того, чтобы получить однородную консистенцию для нашего соуса, мы используем блендер. Острый на жизнь ржавеющий старик быстро справится с работой, мы регулируем скорость и все получается легко, быстро, без усилий с нашей стороны. Все, перебил. Можно подавать этот соус отдельно на стол, потому что некоторым хрен хочется ложками себе в тарелку накладывать. А можно украсить так, как Лиза сделала. Посмотрите, какой красивый холодец у нас получился, а я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите мясо утки, куриные крылья, лапы, морковь, тмин, лавровый лист, репчатый лук, хлеб, соль, петрушку и перец. С утки снять шкуру и жир. Мясо утки, ножки и крылья курицы выложить в кастрюлю вместе с очищенной морковью и луком. Залить водой, довести до кипения и на очень слабом огне томить 3 часа, постоянно снимая пену. За 15 минут до окончания варки добавить лавровый лист, перец, зелень. После снять кастрюлю с огня, овощи удалить. Отделить мясо от костей, бульон процедить через несколько слоев марли. Горячий бульон посолить, мясо выложить в форму, залить бульоном и отправить в холодильник до застывания. Для приготовления соуса хрен измельчить в блендере с укропом. Подавать в холодец на хлебе с соусом. Ой, Лизонька, вот все, как ты пообещала, все так и есть. Прозрачный, держит форму, выдержал все время приготовления и сохранил свою форму как новенький, только что из холодильника. Не жириночки, осталось только вкус проверить. Я же еще не пробовала. Давай. Знаешь, Лиза, мое в детстве самое любимое в холодце, это был бульончик. Я мясо вообще не ела. Мне специально мама с папой наливали тарелочку холодца и не одну, где только был бульончик. Потому что я не любила жирный холодец. Но этот холодец абсолютно не жирный. Ой, какой он легенький, нежный. Я бы назвала его идеальным холодцом. Мясо мягкое, на соль идеально. Лиза, спасибо тебе огромное. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!